Слава Богу! На сердце у меня сегодня лежит поделиться темой, вместе с вами, тема о силе. О силе, сила. Вы знаете, направляясь даже на это служение, или на эту запись онлайн, по дороге, смотрю, человек идет. Он так, кепка на бок, куртка так раскрыта, и он так расправил плечи. Вроде так небогато одет, но так он себя уверенно ведет и идет. Я задаю вопрос, вы думаете, он чувствует себя сильным? Ну, по крайней мере, в его глазах, не так ли? Он уверенно идет и думает, что вот он такой сильный. Хотя, если встретится человек или кто-то сильнее его, то тут сразу же меняется обстановка. Вы знаете, по жизни мы всегда ищем сильных. Мы не ищем, когда мы хотим, чтобы наше дело какое-нибудь, кто-то решал, то мы не ищем человека, которого слово такое слабенькое, которого и не послушают, у него нет веса. Мы ищем человека, который заступился, допустим, за нас, который веское какое-то, можно сказать, слово. Он имеет какое-то влияние, какую-то силу. Это по-человечески, по плоти. Но я хотел бы говорить о силе Божьей. Мы с вами начнем читать Псалом 104, 4 стих. «Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда». Тут нас в Писании призывает, чтобы мы искали Бога и Его силы. Не в человеке находили силу, не, может быть, в государстве, не в каких-то других вещах находили нашу силу. Он говорит, «Ищите Господа и силы Его». И мы ищем. Сколько раз мы за молитву нашу говорим, «Господи, дай силы». «Боже, помоги, дай силы». Правильно? Мы все с вами молимся и просим у Бога силы. Так вот, об этой силе я хотел бы поговорить. В общем, о силе Божьей, сила, которая есть у Бога. Почему это важно? Матфея 22, 29 сказано так. Иисус сказал им в ответ, «Заблуждаетесь, не зная Писаний, не силы Божьей». Нужно не только знать Писание, нужно знать силу и ее употребление, ее назначение, как она работает, эта сила. Я бы хотел сегодня поговорить, может быть, еще как-то можно расширять. Но у меня на сердце сегодня вот две категории или два направления вот использования Божьей силы, употребления Божьей силы. Два назначения. Когда мы просим у Бога о силе, в чем она проявляется? Первое – это сила Божья для себя. Сила Божья для меня. Сила Божья для себя. Вторая категория или второе назначение – это сила Божья через меня. Первое – это сила Божья для меня. Второе – это сила Божья через меня. Для того, чтобы мы увидели из места Священного Писания, о чем я пытаюсь сказать, это Ефесянам 6 глава, 10 стих. К Ефесянам 6 глава, 10 стих. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы соседа». Нет. «И могуществом силы Господа укрепляйтесь. Укрепляйтесь и Богом, и Его могущественная сила. Могуществом Его силы». И вот тут сказано как. «Облекитесь во все оружия Божьи, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. «Для сего примите все оружия Божьи, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевший устоять». Итак, цель укрепления Богом и могуществом Его силы, чтобы устоять. Конечная цель, чтобы устоять. То есть первая категория или направление Божьей силы – это для меня, для нас, для тебя. То есть для себя. Мы укрепляемся Божьей силой. Господи, нет силы во мне. Мы просим у Бога силы, когда у нас нет силы. Мы просим у Бога силы, когда мы боремся с нашей плотью. Мы говорим, Боже, дай мне сил духовных, Твоих, божественных сил, чтобы победить мою же плоть. То есть мне нужна для моих же немощей Божья сила. Для моих же недостатков мне нужна Божья сила. Божья сила нужна мне. Когда в моей борьбе, в моих переживаниях я говорю, Господи, укрепи, дай мне Твою силу. И это очень хорошо. Почему так происходит? Вы заметьте, что Бог сделал человека зависимым от Него. Если бы Бог создал человека, дал ему надлежащую силу победить грех, победить все самостоятельно, человек бы забыл за Бога. Забыл о Боге. Забыл о том, что Бог существует, что Бог все дает. Он бы смог сам своими усилиями все побеждать, все достигать, все получать. Но Бог так создал человека, поселил в Него, дал нам эту плоть. В нашей плоти есть какие-то немощи, мы болеем, есть какие-то похоти, есть какие-то искушения и так дальше. И мы с этим всем боремся. И Бог сделал так, для того, чтобы человек идет и видит немощи свои, видит границы своих способностей и возможностей. Возвал к Богу и сказал, Господи, нужна мне и необходима Твоя сила, помоги. И Бог выходит навстречу. И человек вновь благодарит того, кто дал помощь, того, кто дал силу. И он говорит, слава тебе, Боже, за силу, которую ты мне дал. И Бог вот таким образом выстраивает взаимоотношения с нами, с людьми, христианами, для того, чтобы мы не забыли о Боге. Это очень хорошо и нормально. Я в каком-то смысле продолжаю даже мысль, первую проповедь брата Лени, о том, чтобы наша сила, мы ее не гордились. Нашими достижениями, силу или то, что мы получаем, Бог создал нас, чтобы мы были зависимы от Него. И я думаю, что это очень хорошо, потому что дай нам успех, дай нам комфорт, дай нам силу, и мы будем удаляться от Бога, потому что у нас все есть. Итак, это первая категория или направление Божьей силы. Это Божья сила во мне, для меня, в борьбе с моими же недостатками, или немощами, или болезнями, или так далее. Второе направление Божьей силы, это Божья сила через меня, как проводник, Божья сила через меня, для определенного дела, миссии, предназначения, вот, Божьей воли через меня. Я хочу некоторые места процитировать, чтобы мы вспомнили, вот, где употреблялась эта сила для дела. Не для меня, а для дела Божьего, может быть, через меня. Написано в Луке 9, 1. Созвав же двенадцать, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней. Христос собрал двенадцать учеников, дал им силу и дал им власть не для себя, не для своих немощей и недостатков, а дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней. Второе место в Священном Писании мы знаем Деяние 1, 8. Читаем его на Троицу. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и что будет? И будете мне свидетелями. Божья сила через нас для свидетельства. Божья сила через нас для евангелизации, для проповеди, для распространения Божьей благодати, Божьей воли. Также Деяние 6, глава 8 стих. Сказано, Стефан, исполненный верой и силой, совершал великие чудеса и знамения в народе. Стефану вера и сила, вот именно в этом месте Священного Писания, это не было для своих недостатков, не было для болезней своих, для того, чтобы победить свои какие-то немощи. Ему дана была сила и сказано, что он исполненный верой и силой, совершал великие чудеса и знамения в народе. Еще два места Священного Писания. 1 Коринфянам, 2 глава, 4 стих. Апостол Павел свидетельствует о самом себе. «И слово мое, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении». Он показывал явлении духа и силы. Ему нужна была сила и Божье помазание для того, чтобы у него было слово и проповедь. То есть он не хотел, чтобы его проповедь это была философия, премудрость человеческая. Он хотел, чтобы была явлена Божья сила через его проповедь, через его слово. 2 Коринфянам, 12 глава, 9 стишок. «Но Господь сказал мне, и теперь хочу показать разницу между человеческой плотской силой и Божьей силой. Бог сказал апостолу Павлу, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, добавляю, твоей». То есть Бог показывает, что был бы ты силен сам, то моя сила бы в тебе не проявлялась. Но в твоей немощи моя сила проявляется. Мы уже об этом с вами упоминали несколько воскресеньев назад, когда я говорил о Моисее. Что его немощь была, это косноязычность, но Божья сила через это проявлялась. И тут так само он говорит, «Довольно для тебя, Господь сказал Павлу, благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». И Павел говорит, «И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Вот как. Оказывается, мы иной раз физически бываем немощны, чтобы была в нас сила Христова. Для того, чтобы... И вот опять я снова ту мысль. Для того, чтобы никогда человек не понадеялся на себя. Для того, чтобы взаимоотношения с человеком к Богу установить такие, чтобы он зависел от Бога и всегда нуждался в Боге. Итак, мы видим Божья сила. Две категории, два направления. Первое – это Божья сила во мне, для меня. И Божье... Второе направление – это Божья сила через меня для определенного дела, для определенного задания, которое Бог дает мне. Следующее, о чем я хотел бы говорить в отношении силы, это есть опасности и ответственность силы Божьей в нас. Первая опасность, и нам всем ясное, знакомое, что иногда, когда бывает человек получает Божью силу, он начинает приписывать себе. У него растет свое «я», гордость, вроде как он достиг, вроде как он святой и так дальше. То есть есть тут опасность не возгордиться, чтобы потом не упасть и не потерять благодати, которая была в нас. Ответственность силы. Какая ответственность силы? И вот тут я хотел бы ваше внимание привлечь, какая ответственность Божьей силы в нас. Мы просим, Господи, дай мне силы Твои, Боже, надели меня Твоей силой, хочу делать Твою волю. Если мы получили силу для определенного задания, его необходимо, нужно будет исполнить. Если, я повторяю, если мы просили у Бога силу, и Бог дал нам силу для определенного задания, чтобы исполнить волю Божью, нам надо ее исполнить. Мы зачастую просим, Боже, дай силу. И Бог нам открывает свою волю. Мы говорим, Боже, да я не думал, что та воля будет. Я думал, что Ты дашь мне волю Твою, чтобы и силу, чтобы я учил, чтобы я говорил, людей там, может быть, там что-то поправлял. А Ты мне говоришь, и ноги мыть. Ты дал мне силу и задание, чтобы я что-то совсем другое делал. Так вот, будем внимательны. Я не говорю о том, что не надо просить Божьей воли и силы для исполнения Его воли. Но когда мы просим у Бога силы, Боже, надели меня силой, давайте, братья и сестры, будем готовы повиноваться, послушаться, принять и исполнить то, что Он нам повелит. Вы помните, как неудобно было Моисею, когда Он сказал, пошли кого-то другого? Мы с вами говорили об этом. Вы помните самого Сына Божьего, когда Он, понимая волю Отца, если возможно, доминует меня эта чаша, но, впрочем, не моя воля, но Твоя добытит. Он соглашается с Божьей волей, волей Отца, принимает на себя эту миссию и ее в действие употребляет. И совершил свой путь, крестный путь до конца. Неудобный, тяжелый, но это была воля Небесного Отца. И Бог дает надлежащую, соответствующую силу для исполнения этого. Оно по плоти нам кажется, не хочу. Я бы другую бы Твою волю хотел. У Тебя же, Боже, есть другие еще методы меня использовать. Но Бог, возможно, Тебя хочет именно в этом использовать. Именно эту волю приготовил для Твоей жизни. Он даст Тебе соответствующую силу для того, чтобы исполнить. Но будь добр, согласись и иди вперед. Вот это сегодня на сердце моем лежит, чтобы мы это поняли и приняли в свое сердце. Еще немножечко об опасностях. Сказано Галатам 6.1. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, сильные, можно сказать, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Есть опасность, предостережение. Когда ты работаешь с человеком, когда у тебя есть сила от Бога, и ты этой силой пользуешься, будь осторожен. И он говорит, наблюдая каждый за собой, чтобы самому не быть искушенным. Потому что иной раз мы увлеклись той силой, данной нам от Бога, мы совершаем то дело, предназначенное нам Богом, и можем забыть за свое личное состояние. А тут он предостерегает нас о том, чтобы мы наблюдали каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Еще какая ответственность, мы об опасностях и об ответственностях силы говорим. Какая есть ответственность? Человек, который имеет Божью силу на себе, духовный человек, духовно сильный человек, имеющий Божье помазание, должен различать или отличать, что от Духа Божьего и что не от Духа Божьего. Сказано так, 1 Иоанна, 4 глава, 1 стих. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Ответственность силы, данной нам от Бога, это та, чтобы мы могли отличать, различать, где сила Божья и где сила иная. И духовные люди должны быть очень внимательны. Те, кто испытывали Божьи силы, понимают, о чем я говорю. Когда переживаешь, что это не есть от Бога, когда ты видишь, что это не Божий Дух, это не та сила. И человек должен в этом понимать и разбираться. Последнее, о чем я хочу сегодня сказать. Все-таки мы хотим силы. Задаю вопрос. Кому дается Божья сила? Кому же она предназначена? Кто ее получает? Все ли или не все? Что нужно делать, чтобы получить? Я однажды проповедовал, у нас была молитва нашего отделения перед Рождеством, и мы тут имели молитву. И мне что-то на сердце положилось такое сказать, братья и сестры, вот если сегодня в наше время взять и нас спрашивают, что у вас есть, то мы каждый в карман пойдем, найдем какую-то двадцатку с кошелька достанем. У нас есть что-то. Я говорю, у нас как раз-таки не хватает того, что было у Петра, который сказал во имя Иисуса Христа, встань. И ко мне подходит пророк, и идет ко мне пророчество. Сын мой, ту силу, о которой ты говоришь, она тебе и нужна. Я понял, не зря то слово положил мне Господь в сердце. Нам нужна, братья и сестры, сила. И дальше в этом откровении, в этом пророчестве идет такое. Кому дается сила моя? И идет ответ. Тем, которые умерли для себя. Их уже нет. Божье пророчество звучало ко мне. Их уже нет. Они умерли для себя. Это не гордецам дается сила Божья. Это даже не великим и способным и знатным серьезным большим людям. А оказывается, Божья сила проявляется в немощи. Божья сила проявляется во мне, когда меня уже не стало. Моего я нет, когда я умер сам для себя. Во мне нет мнения о себе какого-то большого. Божья сила проявляется в нас, дорогие друзья, тогда, когда мы смирились, когда мы порабощаем, умиршляем этого ветхого Адама, нашу плоть, наше я, наши похоти, нашу гордость. То, что кажется нам, приписываемо нам, оно все от Бога. И только по Божьей милости Бог дает нам то, все, что мы имеем. Я бы хотел нас всех призвать, сейчас мы будем молиться еще, чтобы мы просили у Бога силы. Но когда мы просим силы, знали и разбирались, мы понимали Божью силу. Когда мы просим, Господи, просто дай мне силу, укрепи меня в моих немощах, в моих недостатках. И когда мы просим, Господи, открой мне волю Твою и надели меня силой, чтобы ее исполнить. Вот эту силу нам нужно быть внимательными, когда Бог нам откроет Его волю, свою волю, чтобы нам согласиться с Ней, пойти, послушаться и исполнить Божью волю. И последнее, о чем мы с вами говорили, для того, чтобы Божья воля и Божья сила проявлялась через нас, проявлялась Божья сила через нас, нам нужна Божья сила победить себя, победить свое Я, победить свою гордость. Пускай нам Бог в этом поможет. Ему за все слава. Аминь. Помолимся. Алилуйя. Алилуйя.